В Екатеринбурге на Уктусе в прошедшие выходные был отловлен ярый последователь идей Винни-Пуха, имеющий четкие понятия не только о том, кто ходит в гости по утрам, но и о том, что непременно с вилкой должен быть уважающий себя гость. Это для того, чтобы не будить хозяев и с ее помощью самостоятельно вскрыть входную дверь. Законный субботний утренний сон супругов в доме 76 по улице Водоемной нарушило как раз царапание вилкой в замке. Далее цитата от проснувшейся. Мы с мужем спали и слышим какой-то скрежет в замке и дергается ручка двери. Муж посмотрел в глазок, там стоит какой-то тип и ковыряется вилкой у нас в замке. Муж начал открывать дверь, и этот тип сразу мужу ткнул вилкой в грудную клетку. Потом этот тип начал говорить, что это его квартира, чтобы мы выметались отсюда. Потом начал говорить, что он из охраны. Муж сказал, что если он сейчас не уйдет по-хорошему, вызываем охрану и полицию. Закрыл дверь. Этот тип вновь стал ломиться в нашей двери и страпал дверь и замок этой вилкой. Катни цитаты. Что тут поражает, так это не отмороженность визитера, а морозоустойчивость мужа. Ему вор лупит в грудь орудием системы два удара восемь дырок, а он продолжает предупреждать. Мол, сунешься еще раз, и я тут же немедленно вызову кого-нибудь. Ну и полиция, говорят, приехала через два часа. Однако по зову жильца гостя попридержала местная охрана из жилищного комплекса «Просторы», которая потом и передарила добычу кадровым правоохранителям. Трофейный вилконос по версии полиции всего лишь жертва обстоятельств по сценарию иронии судьбы. «Понастроили тут на восемнадцать этажей, а он один, вот и попутал». Здесь он, дескать, у друга был в гостях, потом куда-то отлучился, а чтобы обратно гость смог зайти и сам, друг дал ему вилку от своей квартиры. Дело-то житейское, ну все же мы так делаем.